После мощного старта поднялась страшная пыль, но зрители все равно не могли оторвать глаз от напряженной борьбы мотогонщиков. Спортсмены не просто гоняли по прямой, но и преодолевали крутые трамплины и совершали опаснейшие прыжки. Шлем на землю не класть и не возвращаться назад. Вот два главных суеверия мотогонщика Егора Ифанова. 34-летний уроженец Рубцовска гоняет на мотоцикле с 9 лет. В его копилке десятки побед и звание мастер спорта. Признается, мотоциклетный спорт очень опасен. Своих дочек туда точно не отдаст, но сам без мотоциклов не может. Несмотря на то, что были и падения, и травмы, говорит, здесь главное спокойствие и хладнокровие. Они, кстати, сегодня ему вновь помогли. На финиш пришел первым. Эмоции на высоте. Пыльновато, конечно, маленько. А так, в принципе, все хорошо. Трасса сильно не выбилась. Ехать можно. Гоняли не только профессионалы, но и начинающие спортсмены. Дети от 5 лет. 13-летнего мотогонщика Дмитрия соперника вогнал в напряженной борьбе. В результате второе место. Рассчитывал на первое, да. Было тяжело, трудно, пыльно. Не получилось. Кстати, Дмитрий попробовал научить и меня обращаться с мотоциклом. Но даже с подростковым байком я была на «вы». Поднимайте вверх и резко двигайте. О! О, у меня получилось! А дальше? Газовать надо было, мол, мол. Теперь соревнования такого масштаба пройдут уже в следующем году, рассказывают организаторы. Кстати, если вы загорелись этим видом спорта, то ограничений по возрасту тут практически нет. Можно обратиться в Федерацию мотоциклетного спорта и начать покорять скоростной трек. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Дим с толком.